Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Получение Святаго Иоанна Златоузова из беседы 9 на 1-е послание Коринфянам. Грех есть варвар, который, пленив душу однажды, не щадит ее, но мучит ее на погибель подпавших власти его. Подлинно, ничто так не безрассудно, ничто так не бессмысленно, глупо и нагло, как грех. Куда он не вторгается, все не извращает, расстраивает и погубляет. Он безобразен на вид, не сносен и отвратителен. Если бы какой живописец захотел изобразить его, то мне кажется, не погрешил бы, изобразив его в виде жены звероподобной, варварской, дышущей огнем, безобразной и черной, как внешне языческие поэты изображают сцил. И погрех тысячу рук обхватывает наши мысли. Вторгается неожиданно и терзает все, подобно псам, кусающим внезапно. Впрочем, для чего же нам живописное изображение, когда мы можем представить самих людей, подобных ему? Кого же наперед изобразить вам? Не корыстолюбца ли и грабителя? Подлинно, что может быть бесстыднее глаз его, что бессовестнее его и подобнее псам? Не так нагло приступает пес, как он, когда похищает имущество других, что сквернее рук его, что гнуснее уст его, которые пожирают все и не насыщаются. Не принимай лица и глаз его за человеческие. Не так смотрят человеческие глаза. Он не смотрит на людей, как на людей, не смотрит на небо, как на небо, не устремляет взоров ко Господу, но во всем видит деньги. Человеческие глаза, видя удрученных бедностью, обыкновенно проливают слезы, а глаза грабителя, видя бедных, выражают зверство. Человеческие глаза не смотрят на чужое, как на свое, но и на свое смотрят, как на чужое. Не желают принадлежащего другим, но еще другим раздают свое. А глаза корыстолюбца не успокаиваются, да то ли пока не похитят у других всего, потому что смотрят не по-человечески, но по-зверски. Человеческие глаза не могут видеть своего тела обнаженным, ибо для них оно свое и тогда, когда он по наружности принадлежит другим. А глаза корыстолюбца не насыщаются, да то ли пока не обнажат кого-либо совершенно и не скроют всего у себя дома, или лучше сказать, не насыщаются никогда. Посему руки таких людей можно назвать не только зверскими, но еще гораздо свирепейшими и опаснейшими, чем у зверей. Медведи и волки, насытившись, отступают от пищи, а те не насыщаются никогда. Между тем, Бог дал нам руки для того, чтобы мы помогали другим, а не вредили им. Если же мы станем употреблять их на последнее, то лучше было бы отсечь их и оставаться без них. Ты скорбишь, когда дикий зверь растерзает овцу, а когда сам делаешь то же со своим единоплеменником, то не считаешь это дело ужасным? Что же ты за человек? Ты знаешь, что человеческим мы называем то дело, которое исполнено милосердие и человеколюбие. Дело грубое и жестокое мы называем бесчеловечным. Таким образом, характер человека мы изображаем делами милосердия, а характер зверя делами, противными тому, и часто говорим, «Уже ли он человек, а не зверь, и не пес?» Ибо людям свойственно облегчать бедность, а не увеличивать ее. У людей корыстолюбивых и уста суть уста зверские, или еще хуже их. Они произносят слова, которые своей ядовитостью гораздо скорее, нежели зубы зверей причиняют смерть. И если бы исчислять все, то ясно видно было бы, как бесчеловечие делает людей зверями. А кто испытывает душу таких людей, тот назовет их не только зверями, но даже демонами. Ибо они исполнены крайней жестокости и вражды к ближним. Нет в них ни желания царствия, ни страха гиены, ни стыда перед людьми, ни милосердия, ни сострадания. Но бесстыдство, наглость и презрение ко всему будущему. Вещания Божьи о будущих мучениях кажутся им баснею, угрозы по смешищам. Такова душа корыстолюбца. Если же они внутри демоны, а извне звери, и даже хуже зверей, то за кого, скажи мне, мы будем считать их? Что они хуже зверей, это видно из следующего. Звери таковы по природе, а они, получив от природы кротость, вопреки природы, стараются усвоить себе свойства зверей. Сами демоны делают своими спаспешниками людей неблагонамеренных. Ибо если бы они не были их спаспешниками, то большая часть их козни против нас оставалась бы без успеха. А те стараются притеснять и содействующих им в неправедных делах. Притом демон враждует против человека, а не против подобных ему демонов. А корыстолюбец старается всячески причинить зло и ближнему, и родному, не стыдясь самой природы. Знаю, что многие негодуют на меня за эти слова, но я не сержусь на них, а жалею и плачу, что они находятся в таком состоянии. Если бы они захотели даже бить меня, и это я с удовольствием перенес бы, только бы они оставили свое зверство. Ибо не я только, но и пророк вместе со мною исключает таких из числа людей. Человек, который в чести и неразумен подобен животным, которые погибают. Псалон 48, 21. Постараемся же быть людьми, будем взирать на небо и облегшись такового, который обновляется в познании по образу создавшего его. И не унижать самих себя, дабы нам сподобиться и будущих благ, благодатью человеколюбием Господа нашего и Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава держава, честь ныне и пресной во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok